Очередная помощь от благотворительного фонда «Инсан» дошла до жителей Кабардино-Балкарии. Из Дагестана в соседний регион отправились представители фонда. Следующий сюжет о том, как принимали гуманитарный груз от братского Дагестана в Нальчике. Эта большая фура с гуманитарной помощью прибыла уже в Третью Республику Северного Кавказа. На этот раз делегация Дагестана посетила Кабардино-Балкарию. Привезли с собой целый набор всего, что сейчас так необходимо. Это защитные костюмы, маски и другие сизы для врачей, а также более 25 тонн продуктовой помощи. Принимающая сторона благодарна за такое внимание. Братский дагестанский народ, наши братья по вере нашли, изыскали возможность оказать помощь нашей республике медицинскими препаратами, средствами индивидуальной защиты, продовольственными наборами. За что искренне от всей души хочу поблагодарить в первую очередь, конечно же, МОФТИА, уважаемого Ахмад Хаджи за организацию, такую организацию. И представители, руководители фонда «Инсан», которые, несмотря на тяжелые положения сегодняшние, могут организовать вот такую помощь. Помогать соседям самым необходимым стала уже традицией для благотворительного фонда по сей день. По словам гендиректора «Инсана», в организацию поступают обращения с просьбой о помощи из разных регионов страны. Оказать поддержку хочется всем и совместно с неравнодушными дагестанцами. У представителей фонда это получается. Сегодня мы находимся в республике Кабардино-Балкария. Привезли гуманитарную помощь для братского народа, 25 тонн продуктовой помощи и средства индивидуальной защиты для врачей на общую сумму около 14 миллионов рублей. Мы понимаем, как важно сегодня протягивать руку помощи в такие трудные моменты. И это как бы не последняя акция гуманитарной помощи фонда «Инсан». Такие мероприятия будут продолжаться и дальше. Учитывая, что ресурсы у людей и материальные, и моральные уже почти на исходе, в фонде уверены, что даже небольшая помощь поможет выйти из ситуации легко. Всего вместе с сегодняшней поездкой делегаты проехали более тысячи километров добра, посетив также Карачаево-Черкесскую республику и Северную Осетию Аланию. Между тем, в условиях пандемии без работы и средств к существованию остались и многие дагестанцы, поэтому фонд «Инсан» продолжает оказывать продовольственную помощь в рамках акции «Продукты в каждый дом» и в нашей республике.